приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам единственный полезный реально нужный мод из разрешенных который реально помогает вам в бою чуть ли не единственный который при включении реально повышает вам статистику на фоне вы видите бой как я играл на своем пресс-аккаунте бой очень интересные с невероятным везением видео у меня на канале вы любите смотреть а вот на стримы не любите заходить а там вот такие бои интересные происходят еще и на танках которые вы сами заказали которые вам интересны чтобы посмотреть на стримах вот все остальные моды которые вы бы не установили они вообще не помогут вам в скиле или в повышении статистики или в том чтобы бой затащить абсолютно никак они просто могут дать какую-то дополнительную информацию которая еще нужно воспользоваться правильно в нужное время само по себе она ничего не сделает там всякие стрелочки или кнопочки кружочки там какие-нибудь но вы видели эти экраны обмазанные модами с ног до головы они просто что-то там показывают но сами по себе ничего делать не могут и не будут и даже больше скажу что практически все статисты за исключением там единиц катают практически без модов и у меня на экране вы можете найти там буквально пару модов после боевая статистика свободная камера в реплее чтобы видосики снимать мод на отметку или мод там еще на мастеров чтобы смотреть в бою и в ангаре процент отметки или планку на мастера это чтобы вам на стриме было интереснее смотреть так то по сути это вообще в бою и в ангаре не надо никакой пользы с этого нет это просто когда ты отметки набиваешь чтобы было видно и на стриме людям так интересней еще можно какую-нибудь прикольную озвучку поставить если вы играете в игру так давно что вам уже немножко скучновато допустим я иногда ставлю озвучку восстания машин она и в меру прикольная и смешная не слишком сильно отвлекает и с прикольчиками да и к тому же она в принципе качественная по сути все эти моды можно вообще не использовать и ничего не изменится но эти моды они просто показывают там в ангаре статистику или на стриме показывают отметочку или просто озвучка вносит некоторое разнообразие которое хотелось бы получить на игра уже 90 тысяч плюс боев и ни один из этих моду ничего по сути не делает он никак твою игру не улучшает в плане скилла статистики ничем не помогает и все остальные моды в основном примерно то же самое но реальной пользы никакой нет там многие ставят какие-то светофорчики разноцветные еще какую-то лабуду и так далее это все толком ничего не делает но есть один мод который реально прям делает прям за вас прямо он работает и он разрешенный причем все 13 лет сколько игра у там существует этот мод не запрещен и он реально прям действует также еще немаловажно качать моды из каких-то официальных мест они со всяких сайтов неведомых поскольку если вы скачиваете откуда попало вы можете скачать какие-нибудь вирусы можете скачать модпаки где есть запрещенные моды некоторые даже на экране видят что там написано что моды запрещены все равно устанавливают ставят потом получают бан и удивляются чуевый бан получил я допустим использую модпак про танки вы можете использовать от любого другого стримера там кто вам там интересен джо вы а вы и отливший модпак тоже неплохой я иногда отливший ставлю модпак там принципе он очень маленький у левший модпак но в нем все необходимое по сути есть но чаще всего я использую модпак про танки просто в поиске пишем про танки и по первой ссылке про танки точка тв заходим либо можете заходить на сайты своих стримеров ищите у них там ссылки в описании или где там вам это не реклама можете использовать модпак тот который вам нравится главное чтобы там не было запрещенных модов а то получите бан на сайте про танки здесь я выбираю леста потому что я играю на ру регионе потом тут всякая реклама вылазит и вот тут есть модпак к лайт который не требует там бусти фигусти все остальное я тут скачиваю удобным для меня способом и получаю модпак без вирусов без запрещенных модов и так далее это принципе не мой модпак не мой сайт это не реклама этого сайта модпака это просто я расскажу чем пользуюсь я в данный момент если она через время испортится или что-то с этим будет не так все вопросы к создателям и сайта и модпака и так далее вы можете пользоваться любым чем хотите мне вот этот в данный момент нравится поэтому я им пользуюсь я думаю что на экране не нужно показывать как я в поиске пишу слово про танки по-русски и захожу на первый же сайт и нажимаю кнопку скачать я думаю что вы разберетесь и три раза мышкой класснуть сумеете в 2023 году я понимаю что вы взрослые люди вам некогда этими интернетами разбираться но вроде бы сложного ничего нет либо можете у своих стримеров там которые вам нравятся у которых есть модпаки найти ссылку в описании перейти на их модпак и скачать обычно когда выходит новый патч у стримеров у которых есть модпаки они выпускают видосы про свой модпак что там в них изменилось что там новое так далее вот скачали мы допустим модпак нажимаем выполнить в любом случае выбираем там язык какой вам надо и вот мы попадаем в установщик здесь нажимаем далее удаляем все установленные моды чтобы не было каких-то там косяков удалить логи и кэш и настройки сбрасывать не надо поскольку потом придется заново все выставлять конфиге с настройками моду тоже я удалять допустим не хочу чтобы она запоминала какие моды я ставил вы же можете просто мышкой наводить и читать что там написано вывести всех скрытые танки из резерва тут на свое усмотрение создать ярлык меню пуск то же самое не отправлять информацию о конфигурации модпака принципе можно нажать чтобы она там что-то лишнее не делала можете отправить если хотите принципе как хотите выбираем путь где у нас установлена игра нажимаем далее потом тут есть интересный мод который уменьшает площадь круга сведения на 59 процентов называется уменьшить круг разброса это новомодный такой модик который некоторые используют у них видно там на стриме прицел маленький такой он не улучшает стрельбу на сервере все равно прицел большой если вы слабый игрок или не совсем понимаете вообще как механики в игре работает лучше такое не ставьте это нужно для того чтобы иногда стрелять заранее чтобы вы понимали что сейчас шансов попасть в принципе достаточно но все равно не сто процентов никак стрельба из-за этого не улучшается просто может визуально вам так будет прикольнее играть но по сути стрельба будет та же самая то что у вас там кружочек на клиенте большой или маленький это вообще все равно самое главное какого размера кружочек на сервере а серверный кружочек прицел можно увидеть только если в настройках игры поставить серверный прицел там есть настройка галочка которая включает серверный прицел тогда вы будете видеть настоящий прицел который действительно которым вы стреляете но он немножко подлагивает подергивается поскольку пакеты между сервером и клиентом игры передаются не молниеносно а с какими-то задержками плюс еще может интернет подлагивать плюс пинг зависимость от того большой или маленький он может сильно дергаться прицел тут или нет все зависит от интернета от пинга от потери пакетов и серверным прицелом играть тяжелее поскольку он не так плавно и не так приятно двигается поэтому многие играют с клиентским он показывает не на сто процентов так как на самом деле прицел себя ведет но примерно и так все остальные моды тут пропускаем нам ничего не надо отключить раскачивание отключить затемнение и фильтр принципе можно убрать можно не убирать не слишком много там пространство вы выиграете но чтобы ничего не мешало свободно камера в реплеях если вы хотите реплей смотрите летать камерой по карте это только в реплее будет 3 отметки на стволе предохранитель вот это именно тот мод который реально работает за вас вам ничего не нужно делать если все остальные моды это просто что-то там показывают но реально пользы с них никакой то этот мод реально работает то есть что он делает когда танк умирает то вы не можете в него стрельнуть тем самым вы экономите снаряд время и в этот момент можете стрельнуть в кого-то другого вы не разрядились и тем самым враги которые вокруг вас есть в этот момент могут получить люлей вместо того чтобы вы стрельнули в труп также здесь еще и предохранитель от стрельбы по союзникам если вам в прицел кто-то неожиданно запрыгнул то вы в него не стрельните из тем самым сэкономите выстрел сэкономите серебро в статистике процента попадания в процент попадания у вас будет больше и к тому же в этот момент вы не станете беззащитны на перезарядке сможете стрельнуть куда-то в другое место это реально очень полезный мод и реально единственный работающий из разрешенных модов который что-то вам полезное добавляет еще и сам работает за вас вам вообще ничего не нужно делать вы вы заметите в бою насколько это круто когда вы сохранили снаряд они стрельнули в труп а ведь такое происходит часто бывает что вы кучей выезжаете на врага хотите его добрать стреляете а он уже сдох вы в итоге ушли на кд даже если вам сейчас не в кого будет стрельнуть то вы все равно сохраните снаряд сохраните серебро и не будете портить статистику выстрелов то есть сто процентов он полезен и вреда в нем нет никакого единственно что когда вы стреляете куда-то вдали вам нужно брать большое упреждение то этот мод может блокировать стрельбу в союзника если вы нажимаете в союзника стрельнуть но вы на самом деле во врага берете упреждение большое на далеком расстоянии иногда он может помешать но там есть горячая клавиша то ли аль то ли что-то там такое которая во время нажатия этой клавиши отключает блокировку вы все равно можете стрельнуть либо вы можете стрельбу по союзникам отключить оставить только по трупам также вы можете еще и выбрать время на какое время блокируется выстрел после того как в раздох то есть этот мод еще и гибкий его можно еще и настроить и в нем только чистая польза 0 вреда то что там некоторые стримеры или блогеры по танкам всякие рассказывают моды там по наставят себе весь экран всякая чепухи это полный бред вот послушайте меня реально много поигравшего в эту игру я вам скажу так это реально единственный полезный мод также еще очень хорошие цветовые отметки попадания для того чтобы не выискивать кто там куда стрельнул что там попал не попал он кстати смотрится нормально я честно говоря не играл с ним долгое время потому что думал что она будет выглядеть как-то по мультяшному как-то но я его поставил он вообще не мешает он не вырви глазный он нормальный реально помогает лучше видеть куда ты стрельнул куда ты пробил куда ты не пробил нормальный мод также информационная панель для новичков в минимальном своем виде очень полезен вот этот большой вид он не нужен нужен минималистичный вид там где показывается дальность обзора и перезарядка когда ты наводишься на врага под ним выскакивают циферки которые показывают какой у него обзор и какая у него перезарядка этот мод показывает приблизительные стандартные цифры он не показывает в данный момент какие там перезарядки обзоры это для того чтобы вы примерно ориентировались если вы прям супер новичок чтобы вы ориентировались насколько кд враг ушел вот он стрельнул сколько у вас есть времени чтобы его наказать это очень полезный мод для новичков которые не знают насколько секунд враг ушел на кд что с ним делать сколько секунд у меня есть это очень полезно если вы не знаете тайминги каждого танка что касаемо обзора это не сильно полезно а вот время перезарядки или новые танки какие-то добавили вообще без понятия насколько он там секунд когда ушел есть у вас время выехать дать один снаряд 23 или барабан вот этот мод вам поможет хотя бы примерно сориентироваться если вы вообще без понятия идем дальше тут принципе дальше есть еще мод на отметке который можно ставить можно нет просто чтобы знать какая планка на вашем танке на три отметки потом ставим после боевую статистику я выбираю последнюю потом восстание машин озвучка включаю все варианты этой озвучки в принципе все больше мне ничего не надо также отключаю дым из уничтоженных танков поскольку когда танки умирают перед вами или если их много там вообще ни черта не видно все в дыму это я выключаю все остальное можно выключить в игре все и устанавливаю все вот мы установили самые более-менее хоть как-то нужные моды хотя реально рабочий из них один максимум там два с половиной блокировка стрельбы по трупам и мод который показывает под танчиком сколько у него перезарядка стандартной вот эти два мода нужны один для новичков или людей которые давно не играли второй нужен практически многим чтобы не портить себе выстрелы но остальные моды нужны уже чисто так либо для разнообразия либо для стримов либо для записи видео либо чтобы от скуки не умереть это мои рекомендации по модам я считаю что все остальное просто чепуха свое мнение можете писать в комментариях с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока